Алла Ботвич. Баба-щука. В тридевятом царстве, далеком государстве, в тремучем лесу, у холма на носу, стояла деревенька маленькая. Деревню окружала река широкая. В реке жила диковинная рыба, баба-щука. Была она страшна на вид, чешуя темна-зелена, зубы острые, пасть огромная, хвост как лопата железная. В деревне бабу-щуку не боялись. Знали, она речку охраняет, в чистоте содержит. Леших и разбойников за пятки кусает. Малышня на отмеле купается, а баба-щука рядом плавает, следит, чтобы никто на глубину не попал. Но однажды неладное приключилось. Стала баба-щука на людей нападать. Сперва по малости. Стирала тетка Серафима сарафан в речке, а щука зубами цап, порвала ей всю юбку. Дед Михалыч рыбачил с позаранку, так щука ему снасти пообрывала, рыбу распугала. Василиса с подружками на мосту сидела, венок плела. Щука как выпрыгнет, как плюхнется обратно, всех водой речной окатила. А потом совсем страшная. Купался маленький Данька возле камышей, так баба-щука кусь его за ногу и давай вдоль берега тянуть. Хорошо Данькина мама рядом была, успела сына схватить. Бабу-щуку кулаком по голове огрела, та Даньку выпустила, а на ноге-то укус остался. На Данькин рев сбежалась вся деревня. Стали решать, что делать. Кричат, ругаются. Хотят бабу-щуку изловить, на костре сварить. Тут вмешалась Василиса. Говорит. Не бывает так, чтобы кто-то без причины из доброго злым сделался. Разобраться надо, что с бабой-щукой случилось. Отвечает ей Михалыч. Да как тут разобраться, она же рыбина немая, задумалась Василиса. Пойду, говорит, в лес дремучий, к бабе-яге. Они с бабой-щукой вместе тут появились. Может, баба-яга посоветует, как нам щуку образумить. Нече ее вразумлять. Словить, сварить и дело с концом, кричит народ деревенский. А ты, Василиса, если к яге пойдешь, так она тебя саму съест и кости белые по лесу разбросает. Василиса, однако, не из трусливых была. Сверкнула глазами зелеными, косу за плечо закинула. Все равно пойду, говорит. И котомку дорожную собирает. Иди, раз решила. Только мы, как заря займется, щуку эту окаянную все равно поймаем. Отправилась Василиса в путь. Лес стеной стоит, лес недобро глядит. Кричат птицы неведомые, голосами человечьими в чащу заманивают. Василиса идет по тропинке и не пугается. Между стволов туман сизый поднимается, лапы липкие протягивает, норовит от тропы увезти. Василиса идет твердо, не сворачивает. Вот впереди и просвет показался. Стоит посреди поляны избушка маленькая, по крышу папоротниками заросшая. В окне огонек еле-еле горит. Василиса постучала в дверь тихонько, никто не отзывается. Толкнула дверь, зашла осторожно. А внутри-то, батюшки, все вверх дном. На стене мухоморы вылезли, потолок паутиной зарос, на полу горшки и тарелки разбитые. В углу горой всякая одежда свалена, а из-под той горы храп раздается. Подошла Василиса поближе. Видит, баба-яга совсем больная. Сипит, храпит, жаром пышет, зубом желтым клацает. Баба-яга один глаз открыла, еле выговорила. Хе-хе-хе-хе-хе. Кто это ко мне забрел? Молодой да смелый. Сейчас сварю тебя на ужин, деточка. Вари-вари, бабушка, только позволь сперва приберусь тут у тебя. Рукава засучила, метлой взмахнула, пауков прогнала, полы подмела, окна вымыла, печку затопила, тарелки разбитые выкинула, на стол скатер чистую постелила. Заварила чай с листом смородины, мед достала из котомки своей тягучей, луговой, полной силы солнечной. Бабу-ягу умыла, расчесала, за стол усадила. Та чаю выпила, медом закусила, кашлять перестала. Глаза стали ясные, как колодец глубокий, с искрой на дне. Добрая ты, говорит девочка, пожалуй, не стану есть тебя, а награжу. Рассказывай, что за напасть у тебя приключилась. Василиса про щуку рассказывает, а баба-яга охает. Мы с той щукой подруги давние, поставлены тут беречь и хранять. Я лес, она реку. Раз ведет себя так, значит беда в воде появилась. Отравит речку вместе с речкой и лес погибнет, и деревня пропадет. Она вас предупредить хотела, да от той беды у нее самой разум мутнеет. Я бы с бабой щукой поговорила, узнала, откуда беда течет, только не добраться мне сейчас до реки. Вот держи сапожки-водоножки, в них по воде ходить можно. Ступай к реке, выйди на середину, топни три раза, приплывет баба-щука, покажет тебе дорогу. Вот цветок папоротника, как увидишь, откуда беда начинается, кинь его в то место, все закроется. И подарок мой тебе. Лента алая, муаровая. Если в косу ее вплетешь, сразу сил прибавится. Василиса бабу-югу поблагодарила и обещала в гости заходить, помогать по хозяйству, чай душистый заваривать. Пошла Василиса обратно, а лес перед ней расступается. Светлячки дорогу освещают, соловьи поют, заливаются. Скорехонько к реке вернулась. Надела Василиса сапожки-водоножки, вышла на середину речки, топнула ногой три раза. Как закружится, забурлит вода. Баба-щука пасть зубастую показала. Василиса стоит, не дрогнет. Тут заговорила баба-щука человеческим голосом. Беги вверх по течению, девочка. Там, где скалы к берегу подступают, ударила молния. Открылась в скалах трещина, из нее сочится черна вода. Горька она и горючая. Скоро все живое в речке отравится. Туманит мне разум эта отрава. Беги скорее, пока не укусила тебя за ногу. Как побежала Василиса. С волны на волну перепрыгивает, только брызги звезды сверкают. Бежит час, бежит другой, и сил выбиваться стала. Достала тут ленту муаровую. Вплела в косу. Сила внутри, будто крылья расправила. Бежит Василиса, словно птица летит. Едва-едва воды касается. Добежала до скал. Видит трещина глубокая. Из нее в реку капает черная зло-беда. Потемнела вода речная. Берега вокруг мертвые. Ни травинки не осталось на земле, ни рыбешки в воде, ни птички в небе. Василиса достала цветок папоротника и в самую глубину трещины забросила. Закряхтели скалы. Задвигались, задрожала земля. Камни посыпались и всю трещину собой засыпали. Тут же вода светлеть начала. Василиса стоит довольная. Вдруг, ах, спохватилась. Заря занимается. Скоро люди деревенские бабу-щуку ловить пойдут. Побежала Василиса со всех сил обратно. Ветер ее подгоняет, волосы раздувает. Ленту выдал из косы и норовит унести. Еле-еле успела Василиса ленту за самый конец ухватить. Только бежать стало медленнее. Впереди деревню уже видно. Что там на берегу? Тащат сетью из воды бабу-щуку. Несут котел огромный, несут топор острый. А баба-щука только плавниками шевелит еле-еле. Не сопротивляется. Василиса из последних сил вперед кинулась, споткнулась возле берега, упала вперед. Руки вытянула и лентой своей алой, муаровой бабе-щуке хвост обвела. Выкнулась баба-щука крутой дугой, разорвала сеть и в реку нырнула. Василиса сидит на берегу. Сапожки сняла, дух перевела и все рассказала. Только люди не верят ей, сомневаются. Мала, мол, ты девица для таких подвигов. Спорить начали. Пока спорили, Данька к реке протопал. Зашел по пояс. Баба-щука тут как тут. К берегу носом толкает. А Данька по голове ее гладит. Приговаривает. Хорошая Иба, хорошая. Зло последнее из голов людских тут же ушло. Стали деревня и баба-щука, как раньше, жить в мире и согласии. Баба-яга Василиса сапожки-водоножки разрешила насовсем оставить. Теперь Василиса часто по речке бегает. А рядом с ней баба-щука Даньку на спине катает. А на дальних скалах расцвел папоротник, чтобы зло-беда больше в речку попасть не могли. Так закончилась еще одна сказка вслух. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в подкастах ВКонтакте, Apple подкастах и даже на Ютубе. Канал везде называется одинаково. Сказки вслух. Спасибо, что дослушали и до скорого. Субтитры подогнал «Симон»